Новую систему контроля за бизнесом внедрят в Казахстане. В Казахстане смогут проводить оперативные проверки без согласования с прокуратурой в 10 сферах. На заседании мажористы депутаты одобрили проект закона по вопросам введения бизнеса, который предусматривает введение новой системы государственного контроля. Предполагается, что закон позволит предотвращать неблагоприятные происшествия, которые угрожают населению, возникшие по вине бизнеса. Но как это скажется на самом бизнесе? В развитых странах мира малый и средний бизнес давно называют мотором экономики. В США и Европе именно МСБ является локомотивом, делая определяющий вклад в ВВП в размере 70%. У нас чуть больше 30%. По мнению экономистов, на протяжении всех лет независимости мы только и делаем, что говорим о его поддержке и развитии, но ничего не меняется. По словам депутатов, чиновники рассматривают МСБ исключительно как дойную корову. Никто же не отменял, например, камеральные проверки. Если есть подозрения в недобросовестности бизнеса, можно его избирательно проверять, говорят политологи. По данным депутатов, при проведении рейдов, члены мониторинговых групп ранее нередко отказывались представляться, предъявлять документы, объясняя основания проверки. В конце этого года, то есть через пару месяцев, уже завершается мораторий. Он снимается для малого и среднего бизнеса. В любом случае, бизнес должен ожидать, что в любое время их могут проверить. Система управления рисками вводится в 70 сферах контроля. График проверок будет формироваться без человеческого участия, автоматизированно. То есть система управления рисками… В какой-нибудь сайте? Да, конечно, конечно. В каждой своей сфере. То есть каждый госорган, он имеет на своем сайте график проверок. Этот график проверок, он будет формироваться автоматизированно. Не получается, не человеком. И все субъекты они будут видеть в этом реестре себя, если они там есть, им будет приходить уведомление. В принципе, эта система сейчас уже работает в некоторых сферах, и данный график согласуется с генпрокуратурой. По данным Комитета госдоходов, проверять они будут не всех, а тех, на кого есть жалобы. Некоторые аналитики и вовсе полагают, что инициатива Минфина – это роспись в полной невозможности повысить поступление в бюджет какими-либо иными способами. Президент говорит о развитии, а в министерстве, что все плохие и всех нужно проверять. По данным депутатов, ранее мониторинговые группы обходились стороной ресторана и клубы, принадлежащие родственникам чиновников. Распространялась практика, когда шантажируя высокими суммами штрафов от полумиллиона до трех миллионов тенге, руководители мониторинговых групп занимались поборами с объектов бизнеса. В некоторых случаях с предпринимателей просили выплачивать 50 тысяч тенге каждую неделю, чтобы не проводить проверки. В НПП подтверждали, что, к примеру, на юге страны масса предпринимателей, но проверок почему-то было подозрительно мало. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.